МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОЛОСА Американской казне в 1,3 миллиарда долларов. По разрешающей способности Хаббл превосходит наземные аналоги в 10 раз. Установленным на него шести камерам, работающим в разных диапазонах световых волн, не мешает земная атмосфера. Огромное зеркало диаметром 2 метра 40 сантиметров и оптика с фокусным расстоянием 57 метров позволяют получить фотографии галактик, расположенных на расстоянии сотен световых лет от Земли с разрешением более 5000 пикселей на дюйм. В 2004 году руководство НАСА приняло решение сохранить телескоп на орбите, несмотря на то, что его работа должна была закончиться еще в конце 90-х. Однако несколько лет назад астрономы заметили, что Хаббл начал ошибаться. Вот, например, очередное сообщение о супероткрытии, сделанном при помощи Хаббла. В созвездии Персея обнаружены две новые протозвезды, периодически испускающие опасное радиоактивное излучение. Это заявление наделало много шума. Но тут же независимо друг от друга астрономы из обсерваторий Новой Зеландии и Исландии заявили, в указанном квадрате Вселенной вообще никаких протозвезд нет. Либо данные Хаббл не точны, либо руководство НАСА сознательно вводит весь мир в заблуждение. Каждый год из бюджета США на функционирование и ремонт космического телескопа Хаббл выделяется астрономическая сумма. Так может, эти деньги идут на совершенно иную космическую программу? Сегодня в программе. Скорая гибель Земли была предсказана еще Галилеем. Так ты утверждаешь, что эта Земля вращается вокруг Солнца? Почему руководство НАСА утверждает, что американцы не были на Луне? Американцы лично сказали, Луна пустотелая. Герой России космонавт Александр Самокутяев о тренировке космонавтов и безопасности на орбите. Эксклюзивное интервью взяла сама Анна Чапман. Гонка за космическое превосходство между США и Россией. Кто сейчас впереди? Легендарный астрофизик Стивен Хокинг, расшифровавший космический код смерти. Ему не дают говорить свыше. Вся правда о звездных войнах. Нам не так просто подойти, не так просто перехватить. Что убило первого человека, спустившегося на Луну? Нила Армстронга. Сразу после этого Нил Армстронг ушел из отряда астронавтов. В новом проекте «Тайны мира» с Анной Чапман. Разоблачение. Смотрите после рекламы. Разоблачение. Черные дыры космоса. Загадочный и пугающий феномен Вселенной. Они возникают на месте взорвавшейся звезды и становятся кладбищем для сотен тысяч галактик. Одно из таких галактик вскоре может стать Млечный Путь. Исчезнувший навсегда галактикой, в которой расположена наша планета. Наша Земля. Всю свою историю человечество мечтало оторваться от Земли. Древнегреческая легенда о быкаре, полетевшем к Солнцу, крылатые боги южноамериканских индейцев и скандинавов. Уже в древности лучшие умы человечества понимали. За пределами нашего мира существуют другие. Достижение этих миров стало главной мечтой человека на несколько тысячелетий вперед. Когда-то сказал Константин Эдуардович Сиолковский, что мы все уйдем с колыбели. Начнем путешествовать. Великий Леонардо да Винчи создавал чертежи летательных аппаратов. А средневековые астрономы изучали звездное небо, пытаясь определить, что несут нам многочисленные звезды. Одним из таких астрономов был Галилео Галилей. В 1633 году он открыл странную пульсирующую звезду в созвездии Андромеда, назвав ее собственным именем Галилея. Впрочем, изучить ее подробно он не успел. На глазах астронома звезда взорвалась. А вскоре после этого Галилей был арестован в собственной обсерватории солдатами Инквизиции и заточен в темницу по обвинению в научном богохульстве. За три минуты до того, как в его дом ворвутся солдаты Инквизиции, Галилео Галилей откроет новую, необычную звезду в созвездии Андромеды. «Дабы столь вредоносный грех твой и ослушание не остались без всякой мзды, мы заключаем тебя в тюрьму на неопределенное время». Брошенный в подземную темницу, которая находилась на пять метров ниже городской канализации, Галилей думал не об удобствах, а о странных вспышках звезды, которую он открыл. Так ты утверждаешь, что эта земля вращается вокруг Солнца? Ваше Преосвященство, поверьте, это уже не важно. Вследствие рассмотрения твоей вины присуждаем тебя, Галилей, за все исповеданное тобою под сильным подозрением у святого судилища в ереси, как одержимого ложную мыслью. Возможно, именно Галилей был первым человеком, увидевшим в свой телескоп гибель той самой звезды, которая спустя несколько столетий станет черной дырой человечества. В декабре 2012 года на лунных картах Гугл появился черный квадрат. Целый кусок лунной поверхности, около шести квадратных километров, оказался скрыт от глаз обычных наблюдателей. Однако данные, предоставленные телескопом Хаббл, ничего подобного не зафиксировали. А появление черного квадрата специалисты Гугл объяснили позже сбоем собственных серверов. Многим исследователям Луны это тогда показалось очень странным, особенно учитывая тот факт, что компания Гугл тесно сотрудничает с ЦРУ, Пентагоном и НАСА. Хаббл это гражданская версия военного спутника оптической разведки. Реализация проекта Хаббл до сих пор является предметом горячих споров. До сегодняшнего дня Соединенные Штаты не тратили таких денег ни на один гражданский аппарат. Когда в 1986 году телескоп был построен, вся Америка ждала запуска Хаббла в космос. Вывести уникальный телескоп на орбиту должен был космический челнок под названием Челленджер. Что такое шаттл? Это крылатый аппарат с ракетными двигателями, с внешним топливным баком, и сбоку подвешивается справа-слева, под крыльями подвешиваются топливные ракетные ускорители. Этот симбиоз должен, наоборот, был требовать повышенной внимания. 28 января 1986 года в Соединенных Штатах Америки произошла катастрофа, потрясшая весь мир. Космический шаттл Челленджер взорвался при взлете. Все находившиеся на нем астронавты погибли. Десятый по счету полет оказался для легендарного шаттла роковым. Челленджеры – это выведение катастрофы. С первого пуска Гагарина все готовились именно к тому, что на старте когда-нибудь завалится ракета. Видеокрушение американского шаттла транслировали все телеканалы мира. Согласно данным специальной комиссии, причиной аварии стало повреждение уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте. Совмещение вот этих твердотопливных ракет с этой конструкцией – это такое безумное как бы сочетание. Почему ракеты «Минитмен-3» были сняты с производства? Потому что у них очень часто были протечки вот через эти уплотнения. Повреждение кольца стало причиной прогорания отверстия в боку ускорителя, из которого била реактивная струя. Уже было понятно, что «Минитмен-3» имеет дефекты, и поэтому дефектные разгонные блоки применять для новой конструкции – это была фатальная ошибка. Это рассекреченный отчет комиссии Сената США по расследованию гибели Челленджера. На 53-й странице объемного документа недвусмысленно называется причина аварии. Уплотнительное кольцо двигателя ракеты было разгерметизировано еще до старта. Одна из трех контргаек, стягивавших уплотнительное кольцо, была закручена с усилием всего в 8 ньютон-метров. Это как минимум в 10 раз меньше положенного по инструкции. Полет, ну, это и привело к дезинтеграции корабля и его гибели. Хотя американцы еще, ну, указали о том, что, да, даже эта авария связана со старением корабля, с износом материалов. Каждый, кто хоть раз соприкасался с космической отраслью, знает – мелочей не бывает. Пропустить незакрученную гайку невозможно в принципе. Историки космонавтики считают, в январе 1986 года на космодроме на мысе Канаверал произошла диверсия. Но зачем американцам уничтожать свой шаттл? Кому было выгодно устроить эту трагедию? Сейчас установлено. Еще в 1977 году руководителям НАСА было известно о потенциально опасных дефектах уплотнительных колец, поставляемых подрядчиком. Однако они не обращали на это должного внимания. Специалисты НАСА и инженеров, особенно, которые готовили эти полеты, корабли к запуску, постоянно информировали руководство о том, что практически чуть ли не каждый запуск является таким полуаварийным и может закончиться очень печально. Американский независимый журналист Билл Кросби заявил, что в 1986 году телескоп «Хаббл» был попросту не готов к запуску. Согласно его мнению, в самый разгар космического противостояния Советским Союзом, американские власти не могли допустить срыва своего самого амбициозного проекта. И каждая из сторон очень ревностно следила друг за другом. Все полеты их мы отслеживали. То есть мы слушали их переговоры, мы за ними наблюдали, понимаете? То есть если бы они хоть где-то что-то там начали, то естественно, что советская пропаганда уже отыграла бы по полной. Согласно еще одному мнению, груз «Челленджера» был совсем иным. Это была в первую очередь строительная техника, детали для гигантских космических экскаваторов и буровых установок, с помощью которых специалисты НАСА создавали гигантскую базу, пригодную для жизни нескольких десятков тысяч людей внутри Луны. Она имеет огромные полости, которые заполнены паром, может даже и водяным. То есть это замкнутые полости, образовавшиеся во время самого генезиса Луны. Но ведь официально лунная программа НАСА была свернута в 1976 году, то есть за 10 лет до крушения «Челленджера». Или все не так просто? Там может быть все что угодно, но для этого нужно ее реально осваивать. Надо бурить шахты, туннели, там где-то закапываются какие-то ледники, горные породы. Тогда мы, может быть, найдем что-то. Еще в 1962 году в известном американском издании «Астронавтика» появился отчет ведущего специалиста НАСА Гордона Макдональда, вызвавший бурю в научном мире. Вот что там было сказано. Согласно анализу движения Луны, представляется, что она является полой. Ее внутренняя часть является менее плотной, чем наружные слои. Легендарная летчик-космонавт Марина Попович убеждена, Луна действительно является полой. Во время нескольких визитов в НАСА, а также на мыс Каннабора, Марина Попович встречалась практически со всеми ведущими американскими астронавтами и специалистами из Центра управления полетами в Хьюстоне. Они мне сразу заявили, что Луна пустотелая. Практически сразу после высказанных авторитетными учеными предположений об искусственном происхождении Луны и возможности ее заселения, лунная программа, являвшаяся до тех пор гордостью американской военно-космической промышленности, внезапно свертывается и на ней фактически ставится крест. Еще более абсурдной выглядит формулировка, озвученная тогдашним директором НАСА Ли Ширером. Дальнейшее изучение Луны представляется нам нерентабельным и не представляющим научной ценности. иметь свою лабораторию на Луне. Представляете, что это мечта тысяч ученых. Они еще подерутся между собой, кто там будет свою программу осуществлять. То есть уникальный космический объект, находящийся в шаговой согласно космическим расстояниям доступности от Земли, который, возможно, мог оказаться гигантским инопланетным кораблем и на который астронавты уже высаживались, оказался вдруг неинтересен НАСА. В 2012 году на сайте Public Intelligence появилась статья бывшего сотрудника НАСА новозеландского астронома Роя Хейборда. Он заявил, что лунная программа никогда не сворачивалась. Уже сейчас, согласно данным Хейборда, на обратной стороне Луны выстроен вход, позволяющий проникнуть внутрь нашего ближайшего космического соседа. Некоторые исследователи утверждают, взорвавшаяся звезда Галилея, открытая великим итальянским астрономом, не миф. Это черная дыра, названная в апокалипсисе Иоанна Богослова звездой Полынь, чье излучение в 2021 году достигнет Земли и приведет к необратимым разрушениям и гибели человеческой цивилизации. Далее в программе. Вся правда о звездных войнах. Невероятно сложные задачи. Были ли американцы на Луне? Аполлоны летели без людей. И как планировали поделить Марс советские руководители? Это, благо, идея Никиты Сергеевича Хрущева. Разоблачение. Разоблачение. Когда пещерный человек научился разговаривать, первым делом он громко выкрытнул собственное имя. Чтобы о нем узнали остальные люди. Сумев вылететь в космос, человечество тут же заявило о своем существовании на всю Вселенную. Отправив радиосигналами информацию о теореме Пифагора, нотной грамоте и формуле ДНК. Пришедший ответ из глубин космоса развеял людской миф о собственной уникальности. Прогноз на будущее оказался неутешительным. Стивен Хокинг, человек, которого при жизни называют Ньютоном 20 века. Блестящий ученый уже 18 лет выдвинул предположение, что любое материальное тело, поглощенное черной дырой, возвращается обратно в трансформированном виде. Это открытие, по сути, опровергает закон Ньютона и делает вероятным существование во Вселенной нескольких параллельных измерений. Вот закон Ньютона, все мы помним со школы еще, силы притяжения обратно пропорциональны квадрату расстояния, единицы на р квадрат. Этот закон оказывается проверен экспериментально только до расстояния порядка долей миллиметра. Если меньше расстояния, то там эксперименты пока еще не сделаны. В 1977 году известнейший астрофизик Стивен Хокинг, занимавшийся изучением природы черных дыр, неожиданно делает открытие, которое приводит к пересмотру американской космической программы. Из черной дыры он получает набор странных сигналов непонятного назначения, которые поначалу принимает за радиопомехи. Стивен Хокинг обнаружил это излучение. Дело в том, что в вакууме постоянно рождаются пара частиц, частицы и античастицы, виртуальные частицы. Они рождаются и моментально уничтожаются. Но на границе черной дыры, там, где пролегает горизонт событий, там, где находится область безвозвратного исчезновения всего вещества в черной дыре, там эти пары могут распадаться. Расшифровав его, Хокинг приходит в ужас. Согласно полученным из космоса данным, у человечества на Земле нет будущего. А Землю ожидает всемирная катастрофа, в результате которой люди либо вымрут, либо составятся за пару лет, либо потеряют репродуктивную функцию. Кто эти числа еще могут обозначать? Вот если посмотреть внимательно, они вращаются и переставляются местами. То оказалось, что здесь предупреждение о грядущей катастрофе земной. То есть, и стоят слова, знаете заранее. Стивен Хокинг не только доказал наличие излучения черных дыр, но и заявил, излучение вблизи горизонта событий черной дыры можно сопоставить с определенной температурой. В случае взрыва черной дыры высвобождается гигантское количество энергии, способное двигаться сквозь Вселенную со скоростью, превышающую скорость света и сжигающую все на своем пути. Ваше тело бомбардируется такими космическими лучами. Эти частицы сталкиваются с частицами тела, происходят какие-то реакции. В принципе, это может приводить, конечно, к таким разрушениям, которые, но обернутся и болезнями, а потом может просто смерть за счет того, что это излучение все-таки очень интенсивное. Однако, согласно данным астрономов, за время существования человечества не было зафиксировано ни одного взрыва черной дыры. Современная астрономическая наука не сообщает нам о том, что такое может произойти и в ближайшем будущем. Ну, должно просто все схлопнуться, все постепенно должно исчезнуть в черной дыре. Но это, опять же, черная дыра, которая расположена в нашей галактике, находится настолько далеко от нас, что, скорее, солнечная система исчезнет. Единственным указанием на подобный процесс являются рукописи Галилео Галилея, в которых великий итальянский астроном описал взрыв открытой им звезды в созвездии Андромеда. Всего лишь одно научное открытие может навсегда изменить судьбу человечества. Закон Архимеда, гелиоцентрическая система Коперника, изобретение ядерной бомбы. Часто первооткрыватели расплачиваются за гениальное прозрение собственной жизни. Но лишиться жизни не самое страшное, что может произойти с человеком. Начиная с появления первой пленки с записью посадки американских астронавтов на Луну, в прессе появились слухи. Это фальшивка. В печати тут же появились тысячи книг, авторы которых, детально разбирая продемонстрированные НАСА-кадры, авторитетно заявляли, американцы никогда не были на Луне. Аполлоны летели без людей на Луну. А на борту Аполлонов были вот бобины с записью. И они транслировались по космической дальней связи. В 2012 году вышла книга Ллойда Абрахамса, голливудского оператора, снимавшего в 70-е годы американские пропагандистские ролики. Его рассказ потряс даже привыкших ко всему лунных конспирологов. Знаменитые кадры высадки американского корабля Аполлон-11 на Луну действительно были сняты в земных павильонах. Секретная операция состоялась через месяц после полета. Первого человека на Луне привезли на съемочную площадку под дулом пистолета. Нил Амстрон, первый высадившийся на Луну астронавт, не знал, что станет пешкой в руках опытных и подлых игроков. Сейчас все знают кадры лунной кинохроники и фальшивка. Но значит ли это, что самого полета на Луну не было? Мистер Армстронг, сейчас будем снимать, как будто мы туда не летали. Но мы же туда летали. Сам лично летал. А надо снять так, что не летали, если жить, конечно, хотите. Мистер Армстронг, не дайте Америке потерять своего героя. Сразу после этого Нил Амстронг ушел из отряда астронавтов и до самой смерти в 2012 году преподавал в университете своего родного города. Кадры лунной кинохроники как будто специально составлены из искусно разбросанных неточностей. Американский флаг, который колыжется на ветру, неправильно отбрасываемые тени от спускаемого аппарата и, наконец, виртуозная работа оператора, снимающего американский корабль, взлетающий с поверхности Луны. В любом случае мистификация удалась. Половина жителей Земли до сих пор уверена. Американцев на Луне не было. Это что, там, шесть суток полета я не могла записать. И потом просто крутить это из космоса. Можно было сделать, технически это возможно. Это прозвучит невероятно, но именно руководство НАСА сделало так, что лунная программа была поставлена под сомнение. Ну, вот, допустим, сейчас мы сделаем лунную базу. Обеспечить стопроцентную возобновляемость всех ресурсов на Луне очень сложно. Ярым сторонником популярнейшей конспирологической теории становится американский писатель Билл Кейсинг, опубликовавший в 1976 году книгу под недвусмысленным названием «Мы никогда не были на Луне». В 2008 году в отставку уходит директор НАСА Майкл Гриффин, несогласный с космической политикой нового президента Соединенных Штатов Барака Обамы. А 1 февраля 2010 года Барак Обама выносит окончательный вердикт о закрытии проекта «Созвездия». Именно так называлась американская лунная программа. Получается, бюрократическая неразбериха спутала американцам все карты. Ведь своим решением Барак Обама фактически на весь мир заявил, все это время лунная программа развивалась и функционировала. Завоевание военного господства в космосе – именно в этом заключалась программа стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана. Она выглядела настолько фантастической, что получила название «Звездные войны» в честь одноименного фильма Джорджа Лукаса. Наблюдая на экранах за противостоянием Люка Скайуокера и Дарта Вейдера, зрители не задумывались о том, что в этот момент происходит в небе над их головами. 23 сентября 2008 года в Индийский океан рухнул американский спутник весом в 6 тонн. Директор НАСА Майкл Гриффин официально заявил, спутник выполнял исключительно исследовательские функции. Однако уже тогда в прессу просочились слухи, что упавший спутник был военным и сбит российскими космическими ПВО. Для предотвращения американской атаки из космоса. Если бы наши запущенные эти спутники-разведчики подверглись какой-либо атаке, можно было бы использовать наши космические аппараты, маневрирующие космические аппараты, способные перехватить любой спутник в космическом пространстве. Сейчас все чаще говорят о том, что военное космическое противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами не просто имело место быть, но продолжается и по сей день. И это не просто наращивание военно-космического потенциала на околоземной орбите, а самые настоящие столкновения, которые рядовой житель Земли может наблюдать только на экранах кинотеатров во время просмотра очередного высокобюджетного фантастического блокбастера. Звезды и войны, то, что накрутили, там частично потом было реализовано фантастическое, там не так просто подойти, не так просто перехватить. Это невероятно сложная задача при таких скоростях. Человек включается в последний момент, как говорится, когда автоматика откажет. Многие западные исследователи утверждают, в период с 1961 года Советский Союз, а впоследствии Россия, вывели на орбиту целый военный космический флот, состоящий как из тяжелых крейсеров, так и множества легких перехватчиков. Одним из таких тяжелых крейсеров стал спроектированный в начале 70-х космический аппарат «Салют-2», способный вывести на орбиту ядерные ракеты. Информация об объекте была строго засекречена. Официально «Салют-2» являлся транспортным кораблем. Если вдруг к станции аппараты потенциального противника могли приближаться, то экипаж станции имел возможность защищаться. И поэтому в состав бортовых систем уходила система, так называемая, «ЩИТ-1». Легендарный летчик-космонавт генерал-майор Марина Попович до сих пор мало что знает о прямом назначении этого проекта. А ведь человеком, который должен был вывести «Салют-2» на орбиту, был ее муж, космонавт Павел Попович. Вот честное слово, я об этом не знаю. Во-первых, все те люди, которые готовились, они были настолько засекречены вообще со своей информацией, что даже, вот если бы даже я к нему с пистолетом, наверное, пристала, скажи, он бы не сказал. Еще одним сверхзасекреченным советским космическим проектом стал вывод на орбиту челнока «Буран», который не только был способен осуществлять доставку в космос ядерного оружия, но и создавал помехи для американских шаттлов, в результате чего те терпели катастрофу. Летчик-космонавт, герой Советского Союза Игорь Волк, как летчик-испытатель больше 10 лет летал на «Буране» по воздуху, как на простом самолете. Игорь Петрович считает, что не стоило называть «Буран» космическим кораблем. Конструкция аппарата больше располагает назвать его «космическим самолетом». Два ножа в спину «Бурану» — это было первое решение. Как называть и второй нож в спину? Было, конечно, полость, полость системы управления. Потому что мы предлагали систему управления упрощенную, и автомат должен решать там, где он это занимается лучше, чем человек. Официально единственный запуск «Бурана» состоялся в 1988 году и до сих пор является костью в горле для американских коллег из НАСА. А причина в том, что управление советским шаттлом осуществлялось с земли из Центра управления полетами. Мы создавали «Буран» как военную стратегическую систему. И у «Бурана» уже в техническом задании была прописана возможность размещения на борту оружия класса «Космос» поверхность. Совершив два витка вокруг Земли, «Буран» приземлился обратно на Байконур и больше никогда не запускался. Ведь к этому времени Советский Союз уже много лет разрабатывал совсем иную космическую программу. Хорошее зрение, умеренный пульс, устойчивая психика и здоровое сердце – мечта любого человека. Но для того, чтобы стать космонавтом, этого недостаточно. Спустя 10 секунд после запуска центрифуги в глазах темнеет, уши закладывает, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Так тренируют настоящих космонавтов. И это всего лишь одно из испытаний. Сейчас известно, экипаж «Челленджера» погиб, поскольку в шаттлах отсутствовала система аварийного покидания или, проще говоря, катапультирования. Сегодня в нашей программе «Герой России», полковник ВВС, командир корабля «Союз ТМА-21» Александр Михайлович Самокутяев расскажет о том, как готовятся космонавты к нештатным ситуациям в космосе, как и кто может стать космонавтом и о том, каким будет новый российский космический корабль. Александр Михайлович, здравствуйте. Спасибо, что согласились поговорить сегодня с нами. Ваш юбилей. Поздравляем вас. Чем ощущения отличаются в центрифуге при запуске в полете в реальной ракете? Ну, все-таки там больше волнительно. Ты же понимаешь, что ты сидишь на бочке с керосином и порохом. А здесь, по крайней мере, с тобой общаются себя, видят врачи, и все это происходит на земле. Ну, перегрузки, собственно, ничем. То есть здесь моделируются абсолютно такие же условия, как и на реальном, так сказать, старте. Скажите, а обыкновенный нетренированный человек какую перегрузку сможет перенести, вот если первый раз сесть в центрифугу? Предполагаю, что может быть 3-4 единицы, в принципе, здоровый человек, с хорошими, так сказать, физическими данными, то он спокойно сможет перенести эту перегрузку в достаточно длительное время. Помимо чисто физических нагрузок, определяющих способность претендента в отряд космонавтов осуществлять сложные технические операции в открытом космосе, существует еще и целый ряд специальных тренингов, позволяющих космонавту справиться с нештатными ситуациями во время полета. Во время пребывания в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке Александр Михайлович ежедневно отрабатывает на тренажерах возможные варианты развития событий в космосе. Один на один, если взять, 22. 18. Отлично. Перегрузка 5,6, ну, прям на грани, ну, тоже вписались. Отлично. Навык, который отрабатывает Александр Михайлович едва ли не самый важный в полете, это система управления спускаемым аппаратом. Командиру корабля необходимо управлять снарядом, несущимся на скорости более 10 километров в секунду. Корочная программа спуска, она в течение 33 минут. Включается за 33 минуты до включения двигателя на торможение. То есть нам, чтобы спуститься, надо затормозить чуть-чуть. Нас, конечно, интересуют перспективы развития космической отрасли. Очень хочется узнать, есть ли у космических конструкторов новые разработки, способные проложить дорогу в будущее российской космонавтики. В разговоре с Анной Чапман Александр Самокутяев рассказал, что скоро страна получит новый космический корабль. От чего зависит освоение дальнего космоса? Сейчас уже есть совершенно новый корабль, пока он в космос еще не летал, над ним работают пока на Земле, проводятся различные испытания, моделирование. Компьютеры сейчас позволяют все это сделать, он будет шестиместный. Далее в программе. Как Брежнев решил переселить весь советский народ на Марс? На Марс это, скорее всего, вероятно, возможно. А известнейший астрофизик Стивен Хокинг стал инвалидом, потерявшим речь. Чаще всего эта болезнь наступает в 40-50. Сможет ли советский щит отразить космическое излучение? Такая система спутников была создана. Смотрите после рекламы. Разоблачение. Разоблачение. Жить и верить – это замечательно. Перед нами небывалые пути, утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. В этой знаменитой песне не было ни единого слова о марсианских льдах, которые необходимо растопить, чтобы цветущие яблони на Марсе стали реальностью. Трудно поверить, но именно над проблемой растопления марсианских льдов работали в тот момент все научно-исследовательские институты Советского Союза. Отказ Советского Союза от освоения Луны был связан с тем, что советская космическая промышленность поставила перед собой гораздо более широкомасштабную задачу – освоение и заселение Марса. Разумеется, это всего лишь версия, но она многое объясняет. База на Марсе нам нужна была уже вчера, а не сегодня, а вчера нам была очень плохая. Потому что если бы мы прошли этап Марса, то мы были бы сильнее. Советские проекты заселения Марса начались еще в 60-е годы 20-го века. Руководство страны загорелось идеей. Красная планета обязана стать плацдармом для распространения коммунистических идей на всю Вселенную. Луна добраться проще, из нее проще вернуться, поэтому, в общем-то, это некий такой промежуточный этап, как дача, знаете, за городом. А Марс – это уже переезд в другой город. Это чертежи гигантских автономных марсоходов, разработанных в условиях строжайшей секретности ОКБ Челомея. Именно эти аппараты должны были расчистить поверхность Красной планеты и построить турбины для переработки марсианских льдов в атмосферу, пригодную для дыхания. Это, допустим, марсианская колония сможет полностью себя в какой-то очень продолжительный срок, 5-10 лет, обеспечить автономное существование. На Марсе это, скорее всего, вероятно, возможно. Почему? Потому что там есть большие запасы воды. Если взять атомный реактор, то, в общем-то, это можно сделать. Параллельно при тесном сотрудничестве с Институтом вулканологии в Петропавловске-Камчатском ОКБ Челомея разрабатывало экспериментальный образец сверхпрочного вулканического стекла. Из него предполагалось выстроить на Марсе гигантский купол. Трехметровая толщина купола позволяла соорудить на Красной планете стационарную космическую базу, в которой одновременно могло работать до тысячи специалистов. Полет к Марсу это очень долгий полет с колоссальной дозой облучения. И поэтому освоение даже до Марса, оно невозможно биологическими объектами. Мы биологические объекты, люди. Рассказывают, что когда Леонид Ильич Брежнев впервые услышал об этом проекте, то вышел из себя. А знаменитому астрофизику Иосифу Шкловскому запретил появляться в Кремле навсегда. Многие представители научного мира пользовались особым расположением генерального секретаря. Леонид Ильич любил окружать себя академиками, профессорами и аспирантами различных наук. По традиции он особенно хорошо принимал конструкторов оружия. Однако астрофизик Шкловский ядерную бомбу не изобретал. Известно, что Леонид Ильич Брежнев был крайне невозмутимым человеком. Ничто не могло вывести его из равновесия. Единственным человеком, который довел Брежнева до бешенства, был знаменитый советский астрофизик Иосиф Шкловский. Он заявил, что всему советскому народу нужно срочно переселяться на Марс! Лишь спустя два месяца Брежнев вновь принял знаменитого советского астрофизика. На этот раз их разговор длился шесть часов и закончился появлением в Советском Союзе засекреченной космической программы по скорому заселению Марса. В 1971 году впервые в истории советский спускаемый аппарат Марс-3 совершил посадку на Красную планету. Правда, следующие попытки осуществить мягкую посадку аппаратов Марс-6 и Марс-7 оказались неудачными. Для проекта Марс нам нужно на чем-то туда долететь. Ракета Вулкан, проект Вулкан, который прорабатывался на основе проекта «Энергия Буран». И она реально могла вынести на орбиту порядка двухсот тонн. Но двести тонн достаточно, допустим, для того, чтобы на орбите двумя пусками собрать эксплуатационный корабль четырехсоттонный, который способен реально отвезти человека к Марсу, высадить, например, и вернуть его назад. Однако все это время основным объектом внимания НАСА продолжала оставаться Луна, на которую у американского руководства были не менее фантастические планы, чем на Марс у советского. Старт предполагался в 1974 году. Полетели бы на Марс или нет, если бы Королев продолжал работать, неизвестно. Но вообще у Королева получалось все, что он задумывал. Расшифровка Стивеном Хокингом послания из черной дыры обернулась для гениального ученого трагически. Он стал инвалидом, способным передвигаться лишь на кресле. А в 1985 году окончательно лишился речи. По официальной версии, инвалидность Хокинга стала следствием давно прогрессировавшей болезни – бокового амиотрофического склероза. Однако существует и другая версия. Ему не дают говорить свыше, потому что он говорит неправильные вещи. Не все, но неправильные есть. А поскольку авторитет у него... Есть люди, которые ставят его за авторитет, прислушиваются к нему, то есть определенная часть людей, которые уходят в сторону, слушая его речи. Стивен Хокинг давно поддерживал дружеские отношения с Советским Союзом. Он неоднократно бывал в нашей стране, что, разумеется, не вызывало восторга у американских спецслужб. Чаще всего эта болезнь наступает, обнаруживается лет в 40-50, вот в этот промежуток времени. Хокинг заболел, когда ему было чуть больше 20 лет, в начале 60-х годов. В 2012 году бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Олдридж дал сенсационное интервью британской газете «Сандэй Таймс», в котором рассказал о покушении на Стивена Хокинга с планированным американскими спецслужбами в 1986 году. Известный радиоактивный изоток был помещен в железный набалдажник трости Хокинга и вызвал практически мгновенный паралич. В начале конечностей, нижних конечностей, потом всех остальных мышц тела. И Хокингу повезло, что он живет в то время, когда появились технические средства, которые могли хотя бы помогать ему общаться с внешним миром через компьютер. Если бы он жил на несколько десятилетий раньше, то он при абсолютно здравом уме, эта болезнь никак не влияет на состояние рассудка, при абсолютно здравом уме оказался бы полностью отрезан от внешнего мира. В 2012 году на скандальном сайте Викиликс появилась стенограмма секретного совещания в Белом доме. На этом совещании обсуждалось ни много ни мало, а перечень осуществленных работ по обустройству внутренней поверхности Луны. Согласно представленным документам, обустройство практически завершено, и в ближайшие два года Соединенные Штаты объявят о запуске новой космической программы тяжелых грузовых шаттлов, способных перевозить до нескольких тысяч тонн грузов одновременно. С большим счетом, база на Луне, она может быть промежуточным этапом, потому что жить на Луне или колонизировать Луну для того, чтобы вести какую-то деятельность и пережидать, допустим, туризму на Земле, ну, на мой взгляд, это не совсем эффективно. Существует версия, что в 1977 году, когда стало известно о надвигающейся катастрофе, в Белом доме состоялось первое такое совещание, на котором присутствовало военное командование, крупнейшие американские бизнесмены и представители эстаблишмента. На этом совещании был разработан план по переселению американской элиты внутрь Луны. Поселиться можно, вот то, значит, как временное обиталище можно. Если там систему жизнеобеспечения создать, то, думаю, что ограниченное число людей там могло бы жить. В Советском Союзе полученную космическую информацию восприняли по-своему. После расшифровки академикам Иосифом Шкловским космического послания, предвещающего скорую гибель Земли, и его знаменитого изложения сути проблемы Леониду Ильичу Брежневу, руководство Советского Союза, традиционно склонного к гигантомании, решило заселить Марс. Марс – это колдовая неожиданность, которую мы можем взять, исследовать и понять свое место во Вселенной. То есть Марс для нас – это некая, ну, Земля-эпиталан. Советскими специалистами была разработана уникальная система, получившая название «Щит Ленина». Она представляла собой систему отражающих спутников, плотным кольцом окруживших Землю. Спутники покрывались специальным слоем из сплава платины и свинца, а также укреплялись специальными вулканическими зеркалами из отполированного обсидиана, расположенными под определенным углом. Такая система спутников была создана и принята в эксплуатацию. Параллельно была создана и система противоспутниковой обороны. Согласно расчетам Иосифа Шкловского, подобные спутники были не просто способны отразить излучение черной дыры, но и перенаправить его без затрат лишней энергии прямо на марсианские льды. Таяние марсианских ледников должно было привести к возникновению над Красной планетой атмосферы, пригодной для жизни людей. И Марс стал бы первой коммунистической планетой во Вселенной. Изменить газовую оболочку Марса и создать там давление. Вот, может быть, действительно, имитировать какую-то вулканическую деятельность, для того, чтобы наполнить газовую оболочку вокруг планеты, и тогда уже действительно там можно будет путешествовать без скафандра. Наша современная жизнь построена на сфере развлечений, каждая из которых пытается превзойти предыдущие. Стоит ли удивляться, что самым престижным развлечением нашего времени сделался космический туризм? Космический туризм – новый экстремальный вид отдыха для очень богатых, но не очень отважных людей. Для того, чтобы почувствовать себя Гагарином, теперь достаточно пройти шестимесячный курс подготовки и несколько миллионов долларов. Все, билет в космос вам обеспечен. Так ли это на самом деле? Или космические туристы, сами того не подозревая, являются объектом секретных исследований? Первым космическим туристом стал американский миллиардер итальянского происхождения Деннис Тито. Это символично, ведь Галилео Галилеи, открывший черную дыру, тоже был итальянцем. Малоизвестный факт. Первыми космическими туристами должны были стать советские труженики производства, а также известные представители западной интеллигенции, дружественно настроенные к Советскому Союзу. Жители советской страны должны были привыкнуть к мысли, что на Марс может в будущем полететь каждый из них. Программу обживания Красной планеты планировалось осуществлять по образцу грандиозных комсомольских строек. С каждым днем космос становится все ближе. Одни утверждают, это происходит из-за того, что человек постоянно расширяет собственное пространство за пределы планеты. Другие, напротив, убеждены нас всех вместе с Солнечной системой и всей нашей галактикой неумолимо затягивают в черную дыру. Вселенная начинается там, где заканчивается фантастика. Когда заканчивается Вселенная, наступает будущее. Владимир Гнездилов едва ли не единственный человек в России, кто сумел создать с нуля целое предприятие космической отрасли. Российская фирма разрабатывает уникальные аппараты, необходимые для запуска ракет с космодрома на экваторе. Владимир уверен, в космосе есть на что посмотреть. Каждому человеку хоть раз подняться в стратосферу просто необходимо. Водруг летчик-космонавт Юра Усачев все время говорил мне, знаешь, говорит, вот самое крутое, это вот увидеть Землю из космоса. Вот тот, кто этого не видел, да, он как бы не понял, для чего он живет. Владимир готов расстаться с разумной суммой ради одного прекрасного мгновения в космосе. Экскурсии в околоземное пространство, возможно, скоро станут доступны для всех землян. Этот вид уже открывается с высоты 100 километров над Землей. То есть до него достаточно близко. У меня достаточно, я думаю, часовой-двухчасовой экскурсии, для того, чтобы насладиться вообще этим ощущением красоты Земли. Час Икс все ближе. Участились падения метеоритов, взрывы электростанций, природные катаклизмы. Недавно на темной стороне Луны российские космические приборы засекли какое-то движение. Возможно, это и есть американские космические экскаваторы, обустраивающие внутреннюю поверхность нашего космического спутника. Многие факты имеют двойное дно, и причины событий не всегда таковы, какими кажутся. С вами была Анна Чапман. Смотрите мое разоблачение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова